Вы, наверное, ничего не слышали об этой клавиатуре. Вы, наверное, думаете, что это и в руки брать не стоит. Но я буду всячески рекомендовать вам эту геймерскую механическую клавиатуру, потому что она полностью оправдывает свою стоимость и нагибает уйму конкурентов ценой куда выше. Итак, встречайте, Deluxe Game Titan KM02. Ну, чем нас удивит наши друзья из Шэньчжэня? 103 клавиши, ну, этим не удивишь. Быть может, нас удивит алюминий в основе клавиатуры, а также то, что клавиатура не имеет рамок, тем самым создается ощущение немного парящих клавиш. Ну, хорошо, уже, кажется, немного тянет на лухари. Но что еще? Она ведь не беспроводная, зато провода в оплетке, что, согласитесь, не менее важно. Наверное, самым сладким в этой клавиатуре должна была стать подсветка. Нет, она клевая, есть несколько вариантов довольно эффектных настроек, правда, не всем может понравиться фиолетовый цвет. Эстетов у нас все-таки хватает. Кстати, белой подсветкой могут подсвечиваться клавиши WASD, которыми вы так часто любите пользоваться в шутерах. Но и это тут не так важно. Важную роль в любой клавиатуре для геймеров исполняет ПО, с которым тут не все в порядке. И также сами клавиши. И на вершине всего этого безумия стоит цена. И вот тут Deluxe Game Titan Game 02 бьет всех сильно с ноги. Ссылка на нее с ценой будет в описании. А теперь просто возьмите эту клавиатуру в руки и начните на ней печатать или играть. Причем неважно, пересиливая на нее с другой игровой клавиатуры, с клавиатуры ноутбука или же с любой мембранной клавиатуры. По факту вы не ощутите разницу в переходе. Клавиши здесь великолепные, поистине отличный вход и приятный, хотя и немного громкий щелчок. Дают вам понять, когда вы утопили клавишу до самого конца. Если вы фанат механических клавиатур, то выбор и вправду очень хорош. Да, подсветка, да, шикарный корпус и приятная цена. Но куда важнее ход клавиш и ход клик. И здесь с этим все в порядке. Вы не найдете эту клавиатуру на обзорах. Вы вряд ли отыщете ее на прилавках в магазинах. Но, во-первых, ссылка на нее будет в описании. А во-вторых, я бы просто советовал вам потрогать для начала более дорогих конкурентов. А потом прикоснуться к этому, казалось бы, дешевому китайцу. С нелепейшим названием. Потрясающая клавиатура, оставляющая после себя просто великолепное впечатление по всем фронтам. Даже с учетом того, что я уже достаточно старый фанат мембранных клавиатур. Я не перестану рекомендовать вам данный девайс. Ну ладно, ладно, ролик что-то подзатянулся. Давайте так, на этом обзор закончим. И в следующий раз мы сравним эту клавиатуру с более дорогой и беспроводной механической Logitech. А также с еще более дорогой мембранной клавиатурой от той же компании Logitech.